Привет, просветители. Ну что, похоже, опять пришло то самое время. Нет, не платить налоги. Хотя опыт феи Блиновской показывает, что об этом тоже забывать не стоит. Пришло время сказать, а я предупреждал. Сколько фекалий в меня в свое время летело, когда я говорил, что даже ежу понятно, что ныне уже экстремистское радужное движение Child Free в России окажутся вне закона. Павел, да что вы такое говорите? Вам лишь бы громкими заголовками разбрасываться. Да кто этим заниматься захочет? Как показало время, желающие нашлись. Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа деторождения, сообщил Вячеслав Володин. Накануне стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, автором которой выступает депутат от Единой России Эльвира Айткулова. Если вы сейчас по какой-то причине удивлены, то я могу только позавидовать тому уютному информационному пузырю, в котором вы до этого момента находились. Подельтесь секретом, а то мой еще несколько лет назад лопнул. Понятно, что подобные законопроекты – это всего лишь еще одно звено в цепи бесконечных высказываний и предложений, направленных на повышение рождаемости. Слышали мы их в последнее время немало, создается впечатление, что это в принципе какой-то флешмоб. И женское образование мы осуждали, и на желание молодежи сначала построить карьеру косо смотрели, даже про сосцы высказались. Вспомни, Боже, людей, которые в браке живут, а утроба у них пустая, а сосцы у них не кормившие. Женщине дана утроба, чтобы рожать, и грудь дана, чтобы кормить. Она всю жизнь прожила, не кормила грудью, зачем эта грудь ей нужна? Лучше бы ты была мальчиком. Идея саморазвития и кошечки с собачками тоже под раздачу попали. Идеи бездетности, нетрадиционных отношений, замены традиционных семейных ценностей потребительством, саморазвитием, кошечками и собачками должны исчезнуть из информационного поля на всех уровнях. Нет, ну а что вы ждете? Как будто не знаете, что сейчас будет. Вот вообще не догадываетесь, да? Ой, ладно вам, знающие люди уже все поняли и попробовали. Ну а тем, кто еще не, я снова расскажу, что у наших друзей доставки TheFoodBand есть скидка на все-все заказы по промокоду Остапов. Круглосуточно работают, сами приготовят и привезут вкуснятину прямо с кухни, по Москве, Алматы и кое-где еще. Скидка многоразовая, хоть каждый день пробую разное. Чем больше заказ, тем больше скидка. В меню FoodBand много пиццы из печи. Есть и простые варианты с колбасой или с грибами, есть и изысканные, как на свидании в итальянском ресторане. Выбор за вами. Если не едите тесто, возьмите покеболы с лососем или креветками, стильно и сытно. Или же берем большой сет разных роллов с рыбой и морепродуктами. А есть и горячие блюда FoodBand, лапшавок с курочкой и другие блюда со сковородки. Вот две, по моему мнению, самые красивые пиццы с пармской ветчиной и грушей. В свое время с удовольствием пробовал их. Кстати, зрителям-предпринимателям, у FoodBand есть франшиза, если мечтали открыть кафе и доставку еды в вашем регионе. Ну а если просто хочешь поесть, пиши при заказе код Остапов. Скидка на любые блюда. Ссылки ниже и приятного аппетита. И пока у некоторых людей возникают вопросы, почему, зачем, как конкретно новый закон будет защищать традиционные ценности и стимулировать рождаемость. Ну, на это вам, наверное, сможет ответить господин Володин. В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей. И надо предполагать, что все это именно child-free. Окей, возможно. Не спорю. Правда, я вовсе не уверен, что люди, осуждающие героев мужского и женского, относятся к какому-то социальному движению. Ну, может быть, обладатели мозга. Так вот, возвращаясь ко всем тем вопросам, которые возникли на фоне этой новости. Как мне кажется, ключевой из них... Кто следующий? Нет, я, конечно, свято верю, что стоит только запретить людям говорить, что у них нет детей и при этом они имеют наглость быть счастливыми, как все тут же ломанутся в роддом. Я первый побегу. Тут-то у меня как раз-таки никаких вопросов нет. Это все именно так и работает. В России всегда ценились семья и дети. И государство поддерживает семьи с детьми. Пропаганда child-free создает негативное отношение к материнству и отцовству. А это уже вопрос национальной безопасности. Запрет на пропаганду child-free – это важный шаг в направлении укрепления семейных ценностей и защиты будущих поколений. Мы обязаны создать для наших детей такие условия, в которых они будут расти в любви и заботе, а не в атмосфере безразличия и эгоизма. Яна Ландратова. Вопрос национальной безопасности стоит, безусловно, очень остро. Ведь кто из нас не сталкивался с этой агрессивной пропагандой отказа от деторождения? Давайте вспомним имена известных актеров, певцов, актуальных блогеров-миллионников, социальных деятелей, которые неоднократно заявляли. У меня нет детей и у вас не должно быть. Дети – это плохо. Рожать нельзя. Все больше и больше людей с огромной аудиторией причисляют себя к этому движению и агрессивно навязывают свою позицию окружающим. Ведь правда? Ну, раз целый закон придумали, наверное, кругом известный Чайлдфри с плакатами ходят. Можно хоть одного известного представителя Чайлдфри в России назвать? Вопрос на засыпку. Просто, когда запрещали экстремистскую радугу, я хотя бы понять мог, кто по мысли депутатов к этому движению относится. Милана Петрова и Антон Красовский. Ну и сериал на Нетфликсе, которого в России больше нет. Милана Петрова в России тоже больше нет. А вот Антон Красовский все еще есть. Здесь же я вообще без понятия, кто в нашей стране эти идеи продвигает. Вы хоть скажите, куда зайти надо, чтобы почитать? Ну, так, для общего развития. Я для друга интересуюсь. У меня вопрос очень простой. Действительно ли в общественной среде, интернет-среде, мощность этого движения такова, что это оказывает влияние на состояние умов в обществе? Я в этом не уверен. Сами по себе идеи Чайлдфри, конечно, вредны. Но я не уверен, насколько они сильны здесь, в России. Если они слабы, то зачем огород городить? Если они сильны, это требует доказательств со стороны депутатов. Это можно поддержать. Заявил глава Совета по президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Фадеев. Если что, это тот самый Фадеев, который буквально пару недель назад заявил, что каждый мужчина обязан служить. Даже если имеет хронические заболевания. Пусть отправляется на кухню или писарем. Вот такие у нас права человека. Так что данного товарища сложно в либерализме обвинить. Но ему вся эта ситуация с Чайлдфри тоже не особо ясна. На РБК вышла замечательная статья с комментариями юристов. И сюрприз-сюрприз, формулировки нового закона проекта настолько размытые, что достаться потенциально может практически каждому. Такой закон оставили российских сериалов и реклам с упоминаниями семейных отношений два сюжета. Семьи с детьми обязательно счастливы, а семьи без детей обязательно утопают в горе по этому поводу. Вероятно, пропагандой будет признаваться все, что публично относит бездетность к социально приемлемому поведению. Заявив, что к появлению ребенка нужно относиться ответственно, а не просто слепо надеяться на лужайку. А кто-нибудь в этом пропаганду увидит? Вот, кстати, еще одно мнение юриста. Усмотреть пропаганду можно будет в любом посте женщины старше 25 лет, хоть раз упомянувшей отсутствие у нее детей в позитивном контексте. И в особенности в случае упоминания ею отсутствие намерения их заводить. Я, конечно, не женщина, но тем не менее со всей ответственностью хочу заявить, что я очень страдаю от отсутствия детей. Моя жизнь – это непрекращающаяся пытка. Сразу же после того, как сниму это видео, пойду демографию повышать. Видите? Я стараюсь. Видео с моими попытками ищите на другом сайте. Кринж! Реклама и продажа контрацептивов прямо может наводить на мысль о нежелании зачатия. Информирование женщины о ее законном праве прервать беременность и сохранении абортов в ОМС – риски для медицинских работников и организаций. Работа отелей, клубов или ресторанов с ограничением на присутствие детей – явное создание привилегий для тех, кто выбирает бездетность. А я, кстати, несколько раз отдыхал в отеле 16+. Да и 18+. Пропаганда! Если что, я до сих пор сожалею о своем выборе. Это был самый ужасный отдых в моей жизни. Возвращаюсь к своему вопросу. Когда угроза Child Free будет ликвидирована? Я, естественно, двумя руками за это. Как-никак угроза национальной безопасности. Кто следующий попадет под раздачу, когда абсолютно неожиданно окажется, что 3,5 еле живых паблика ВК не то чтобы особо сильно на демографию влияют? В начале сентября появилось интересное исследование Высшей школы экономики, в котором говорилось о тех причинах, которые заставляют людей отказываться от появления ребенка. Естественно, агрессивная пропаганда Child Free оказалась на первом месте. Ну, практически. Наиболее распространенной группой причин для того, чтобы отложить на время рождения ребенка или вовсе отказаться от таких планов является внешняя среда. Сложная экономическая и политическая обстановка в стране и в мире. Причины из этой группы упоминали около 45% респондентов. Кто бы мог подумать? Но явно не я, так как все еще считаю, что во всем виновата пропаганда. Немного меньше вклад, около 30%, в такое решение внесли финансовые причины. Столько же респондентов ссылались на специальную военную операцию, на причину изменения своих планов по рождению детей. Как вы понимаете, ни одна из этих причин в ближайшее время никуда исчезать не планирует. У нас на днях снова о ядерном оружии заговорили. Я в любой момент могу потерять свою работу. Рекламу можно размещать только на отечественных площадках. Бросайте все и отправляйтесь на Рутуб, где у вас ноль просмотров и ноль подписчиков. Но я срочно должен ребенка заводить, потому что злые Чайлдфри теперь не смогут свою тлетворную диалогию распространять. А значит, бояться мне больше нечего. Внешне и внутренняя политика. Вообще непонятно, что завтра будет. Нехватка денег, СВО. Вот что волнует людей, по данным исследования. Если что, мой голос все еще за пропаганду. Ну и не стоит забывать, что мы все же живем в несколько иных условиях, нежели страны Центральной Африки. И поэтому, даже если бы те три проблемы каким-то магическим образом испарились, семеро детей в каждом доме вряд ли бы появились. Развитое общество, небольшое количество детей. Ну, хотя бы потому, что просто накормить плошкой риса уже не считается достаточным. Возьмем ту же Японию. В государстве дикий демографический кризис, а страну бедной явно не назовешь. Просто ко всему этому, второму демографическому переходу, накладываются еще и все те проблемы, о которых сегодня уже было сказано. И это еще дальше откладывает появление ребенка. Вот и приходится нашим законотворцам придумывать все новые и новые инициативы. И здесь первое место за последнее время, как мне кажется, занимает Татьяна Буцкая. Да, друзья, она снова вернулась. Триумфально! Чтобы вы оценили всю гениальность инициативы, я предлагаю вам немножко пофантазировать. Я, наконец-то, прислушиваюсь комментаторам и начинаю заниматься нормальным делом. А не вот этим вот всем. Открываю интернет-школу русского языка. Русский язык со стоповым! Нанимаю классных специалистов. Тут и подготовка к ЕГЭ, русский как иностранный, функциональная грамотность. Полный фарш! И вот как вы думаете, что я как руководитель должен делать в первую очередь? Держите, пожалуйста, в голове, что фирма российская. Следить за тем, чтобы клиенты были довольны? Хорошее предложение, но... Нет. Обеспечить классные условия работы и достойную зарплату тем специалистам, которых я нанял, чтобы они не улетели в закат, тоже неплохой вариант, но... Опять нет. Боюсь, никому из вас не могло прийти в голову то, что я сейчас озвучу. Господа бизнесмены и начальники, держитесь. Работодателям необходимо отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Окей, звучит не так уж и страшно. Просто еще одна бумажка. Правда? Ведь правда? Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть, а какой у вас коэффициент рождаемости? Вот в вашем коллективе. У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может в этом году родить ребенка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос. Татьяна, если вы вот так должны поставить вопрос, то я другой вынужден поставить. А как моя фирма должна функционировать, если в этом вашем идеальном мире бизнеса каждый работник, который может родить, должен по плюс одному ребенку в год приносить? А кто тогда работать будет? А, только мужчины. Вернемся к моей замечательной школе. Филологи это чаще всего женщины. Поэтому если каждый работник уйдет в декрет, то работать останусь я и айтишник Вася, который мне сайт сделал. Нет, вы просто вдумайтесь. Работодатель должен стремиться к тому, чтобы его работник в декрет ушел. Ну и чтобы работать было некому. Я правда не знаю, как это прокомментировать. Но это просто мечта бизнесмена. Еще одна попытка сделать женщин максимально непривлекательными на рынке труда. Глюк Андреевна, этот вопрос уже давно назревал. У вас отличные показатели, стубальники. Не поймите меня неправильно. Вы выражать когда будете? Вы понимаете, что плюс один ребенок от каждого? Сроки горят. Что я в отчете напишу? Тут возникает, правда, еще один вопрос. Уважаемая Татьяна, а вот в том месте, где вы работаете, в Государственной Думе, в вашем коллективе, каждый работник, который может родить государству плюс одного ребенка в этом году принес? Или это только нас всех касается? И да, в отличие от простых смертных, у депутатов отмазка денюжков нет, не работает. Или на вас там на всех повлияла пропаганда Чайлдфри. Где дети у Вассермана? Ты создаешь фирму, нанимаешь классных специалистов и делаешь все, чтобы они там не работали. Нет, друзья, ну это финиш. Продолжаю работать бабкою-гадкой, так как школа моя, очевидно, прогорела. А вот предсказывать все новые и новые инициативы у меня получается, к сожалению, неплохо. Думаю, в самое ближайшее время нас ждет поиск новых врагов демографии, так как ряды Чайлдфри все-таки уж совсем незначительны. Моя ставка на феминисток. Феминистка! Я выбираю тебя! Ну и, естественно, бесконечный поток инициатив разной степени адекватности в качестве бонуса. Что могу сказать в конце? Рожайте, друзья, рожайте. Ну и почисти соцсети. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boost или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. Все записи моих стримов именно там. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boost. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.